Правком предприятия «Апатит» открыл сезон хоккейных игр на призы акционерного общества. В этом сезоне встречи спортсменов посвятили юбилею городообразующего предприятия. На Кировский лед вышли четыре взрослые команды. В течение трех дней они сражались за главный кубок. Кавдорский ГОК, Манчегорский Гефест и сразу две команды, которые можно назвать хозяевами поля. От Кировской Азапризы от правкома сражались сборная «Апатита» и команда «Золотая молодежь», в которую входят ветераны этого зимнего вида спорта. Сейчас в Нурманской области очень популярен ветеранский хоккей. И стараются проводить много соревнований среди интернеров. И если художественную гимнастику называют исключительно женским видом спорта, то в хоккей преимущественно играют настоящие мужчины. Как отмечают представители правкома «Апатита», этот вид спорта входит в тройку лидеров, которую профсоюзные деятели стараются популяризировать среди работников градообразующего предприятия. Кстати, уже совсем скоро соревновательную эстафетную палочку взрослая ледовая дружина передаст начинающим спортсменам из детских команд. Традицию мы возродили в прошлом году. Данные соревнования посвящены 85-летию «Ау Апатит». Этой игрой, этими соревнованиями мы открываем сезон по хоккею. Впереди у нас рождественские встречи ежегодные, традиционные, среди детских команд, которые пройдут с 1 по 10 января. Дату еще дополнительного знака. Что же касается дружеской встречи взрослых игроков, то здесь места распределились следующим образом. По результатам трех дней соревнований четвертое место у Мунчегорска. Бронза уехала в Кавдор. Серебро и золото остались в Кировске. На втором месте золотая молодежь, а главный кубок достался сборной «Апатита». Субтитры создавал DimaTorzok